Полтора года без жилья. Дома семьи Натальи Порхамчук из Донецка после обстрелов в январе 2015-го остались одни стены. Тогда же пострадал глава семьи, мужчину Контузило. Теперь они ютятся в арендованной одной комнате. Как выживают, расскажут наши корреспонденты. Ира, иди скорее. Пошла бабушка тебя кормить. Сквозь дыру в заборе Валентина пробирается к своему дому. Кормить любимую собаку приходит несколько раз в неделю. Кроме животных, здесь уже полтора года никто не живет. Попал снаряд вот сюда. Снесло все. В январе 2015-го поселок Октябрьский на окраине Донецка постоянно находился под обстрелами. Дочь Валентины Наталья вспоминает, после одного из них от их дома остались только стены. Он не подлежит восстановлению, так как это летняя кухня по проекту. Я там жила 20 лет с детьми. И теперь я вот одна, не дома. На этой улице в руинах стоит несколько десятков домов. Валентинья до сих пор не по себе при воспоминаниях о пережитом. Тогда едва не погиб ее муж Анатолий. Оттуда все падало, а он вот так стоял, как укупанный. Я сейчас разговариваю, мне даже... Сейчас семья из четырех человек ютится в съемной однокомнатной квартире. А главе семейства после контузии нужен специальный уход. Болезнь не позволяет ему выходить на улицу. На голову, на ноги все дает. Травма хорошая. Я еду туда, у меня ноги начинают труситься, понимаете? Я не хочу даже туда дать. Почти все деньги семья тратит на лекарства. На еду остаются копейки. Наталья по себе знает, как важна поддержка в такой ситуации. Именно поэтому пришла помогать другим и работает на пункте выдачи гуманитарной помощи штаба Рината Ахметова. Рассказывает, за два года повидать пришлось всякое. Был случай, когда снаряд прилетел прямо возле нашей работы и погибли люди. Было много крови. Было очень страшно. Это запомнилось. А так каждый день мы видим, встречаем людей, которые у всех покалечены из судьбы. И стараемся как можно помочь словом. Продуктовую помощь гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывает мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. В городах и поселках работают 38 стационарных пунктов. Мобильные бригады волонтеров едут в сотни населенных пунктов в глубинках. За все время работы штаба раздали 9 миллионов почти 700 тысяч наборов выживания. Среди тех, кто получает их, и семья Натальи Пархамчук. Если это не Ринат Ахметов, то я не знаю, потому что тяжело. Молодец. Спасибо Ринату Леонидовичу. Благодарность от всех людей. Потому что в это тяжелое время это помощь нуждающимся. Это святое дело.